Брестский антифашистский комитет Деревянные домики, до отказа переполненные народом, запылали. Гитлеровцы, видимо, рассчитывали облещить свой труд и решили вместо вывозки советских людей к Смоляпке, которая в 4-5 километрах от Березы, сжечь их прямо на месте. Страшное зрелище представляло в те минуты подожжённая часть гетто. Около 40 деревянных домиков, густо прилепившихся один к другому, вспыхнули в одно мгновение. Видимо, гестаповцы предварительно облили их какой-то легковостроменяющейся жидкостью. Люди, стремясь спастись от мучительной смерти, прыгали из окон, бросались то в одну, то в другую сторону, но все выходы были заперты плотной цепью немцев и полицейских, грузовыми и пожарными машинами. Женщины рвали на себя одежду, прижимали груди детей, бежали неведомо куда. Отовсюду неслись проклятия и ругательства, гады, изверги. Слышна была детская мольба. Папочка, где ты? Спаси меня. Бабушка, за что нас убивают? Тех, которые вырывались к полицейскому заслону, гестаповцы тут же расстреливали из автоматов и бросали в грузовики, а детей обратно в огонь. Когда пламя пожара полыхало по всему кварталу, пожирая все живое и мертвое, с полицейского двора выгнали и остальных арестованных. Здесь мне и удалось бежать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА